Здравствуйте! Это программа «Актуальный репортаж» в студии телекомпании Черкесского Тима Куршева. На минувшей неделе наша съемочная группа познакомилась с представителями Совета ветеранов МВД Республики. А поводом для этого послужил праздник. Дело в том, что 17 апреля в России отмечают День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Это достаточно молодой праздник. Он появился в нашей стране в 2011 году. Дата 17 апреля выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1991 году, в России было образовано ветеранское движение, в составе которого на сегодняшний день уже несколько сотен тысяч человек. Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск и сегодня продолжают приносить пользу обществу. Они занимаются пропагандой соблюдения законности и правопорядком, проводят профилактическую работу среди несовершеннолетних, занимаются с молодыми сотрудниками полиции, передавая им свои знания. Обо всем подробнее смотрите далее. В этот день в актовом зале Министерства внутренних дел Республики честовали тех, кто еще много лет назад выбрал для себя нелегкую и очень важную нашему государству и обществу работу – защищать порядок и закон. Для них незыблемы такие понятия, как профессиональная репутация и личная порядочность. И даже уйдя на заслуженный отдых и объединившись в Совет, они по-прежнему на службе, как наставники нынешних полицейских, так и работая в сфере профилактики правонарушений. Опыт ветеранов и сегодня находит применение. В этот праздничный день в Республиканский совет ветеранов МВД пришли поздравительные письма. И от министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева, начальника главного управления МВД России по СКФО Сергея Бачурина и еще много других поздравительных телеграмм. А от лица руководства МВД по Карачаево-Черкесской Республике с пожеланием и к ветеранам службы обратился заместитель министра внутренних дел Александр Середа. Вы сейчас не сидите на месте, а занимаетесь и проблемами и в долг погибших сотрудников, и проблемами воспитания подрастающего поколения. Это и патриотическое направление у вас, и работа с полицейскими классами. Действительно делается огромная работа. Здесь хочу отдельную благодарность выразить Качкару Валерию Музайчу за то, что он все время на волне, как говорится, постоянно занимается проблемами ветеранов и всего того, что я перечислил. Кроме того, хочу и актив, то же самое отдельно благодарность сказать и активу, которые здесь постоянно встречаются, я их вижу здесь. Поздравить ветеранов пришел и председатель комитета по законодательству и государственному строительству парламента Республики Владимир Умалатов. До того, как перейти в законодательный орган, Владимир Амирбевич тоже работал в милиции. И сегодня он не теряет связи с ведомством, в том числе с ветеранской организацией. В этот день ему была отведена почетная миссия. Он вручил своим старшим товарищам грамоты Президиума Народного Собрания Республики за многолетнюю безупречную службу в системе МВД по Карачао-Черкесской Республике и значительный вклад в патриотическое воспитание молодых сотрудников органов внутренних дел. Со всеми из вас мы долгое время вместе работали. И мне сегодня отрадно, что мы вот так в таком составе чествуем 17-летие образования Совета ветеранов в Карачао-Черкесской Республике. Вы знаете, что мы независимо от того, что работаем сейчас в другом ведомстве, прилагаем все усилия для того, чтобы поддержать. Я в свое время возглавлял и общественный совет. Мы вместе с вашим уважаемым представителем Совета ветеранов организовывали и попечительский совет. От всей души всем желаю крепкого здоровья. Это самое главное для нас, пенсионеров, Министерства внутренних дел. Всем вашим близким, семьям, чтобы ваш дом был достаток, чтобы вы могли гордиться тем, что работали в таком серьезном ведомстве. Свои пожелания высказал в ходе торжественного собрания еще один почетный гость, судья Верховного Суда Республики Мюрид Шоров. Он обратился к руководству МВД с просьбой учесть тот факт, что в других ведомствах преимущественным правом при зачислении на службу пользуются дети сотрудников, отслуживших 20 и более лет. Чего нельзя сказать об органах внутренних дел. Потому что эти дети, благодаря тому, что родители их ограничивали в каких-то баловствах, в каких-то изличествах, они выросли в семьях милиционеров, они уже знакомы с этой службой и, безусловно, они должны быть лучше, готовы, не обижая никого к этой службе. Поэтому я хочу, немножко отвлекаясь от теми, над этим работать. Вот, безусловно, это существенный момент. Председатель Совета Ветеранов МВД по Карачао-Черкесской Республике Али Качкаров передал сердечные поздравления всем присутствующим от имени председателя Российского Совета Ветеранов МВД России генерал-полковника Ивана Шилова. Он выразил уверенность, что старшие наставники будут и впредь принимать самое активное участие в воспитании молодежи, подготовке личного состава и дальше служить на благо развития и процветания республики. Вы, уважаемые коллеги, отдали лучшие годы своей жизни в защите граждан от преступных посягательств, обеспечению общественной безопасности и в целом служению отечеству. Годы нелегкой службы, работа в очень напряженных и зачастую ненормированном режиме отрицательно сказалась на здоровье многих из нас. Тем не менее, мы готовы принести еще много пользы нашему обществу, нашей республике. Кроме того, в рамках встречи были озвучены итоги работы первичных ветеранских организаций, действующих на территории муниципальных образований республики. Таким образом, по основным результатам работы за 2016 год, третье почетное место заняла ветеранская организация отдела МВД России по городу Черкесску под председательством Надежды Печура. Второе место получила ветеранская организация ОМВД России Малокрачевского района, председателем которой выступает Магомед Урусов. Победителем была признана ветеранская организация муниципального образования МВД России Зеленчукский, возглавляет которую Мухат Батчаев. Затем в памяти своих коллегах и друзьях, погибших в разные годы при исполнении служебного долга, ветераны по уже давно сложившейся традиции возложили цветы к мемориалу. Все мы хорошо знаем, что будни полицейских не всегда спокойны и уж точно далеки от романтики, которая описывается в популярных художественных фильмах. И такие праздники служат поводом не только для поздравлений. Особенно хотелось бы отметить, что руководство МВД совместно с Советом ветеранов не забывает про вдов и детей погибших сотрудников. Ежегодно накануне профессионального праздника Дня полиции в стенах министерства проводятся вот такие встречи. И проходят они в теплой, почти по-домашнему уютной обстановке. Матери и вдовы делятся своими проблемами. Понятно, что потеряв кормильца, многие из них нуждаются в помощи. И здесь Совет ветеранов совместно с руководством МВД оказывает им поддержку. Совет ветеранов помогает им в закупке продуктов по минимальным ценам, направляет на учебу детей. И подобные встречи проводятся не только в преддверии каких-либо праздников. Обращаются и к нам Совет ветеранов, и руководство министерства в вопросах трудоустройства их детей, на учебу. У нас есть высшее учебное заведение в России. Вот туда мы стараемся, в первую очередь, принять детей, погибших сотрудников. Учебное заведение. Многие жены работают в министерстве, работают погибших сотрудников. Так что большое внимание уделяется руководству Министерства, Советам ветеранов, именно этой категории. Потому что они потеряли близких людей, и нам, честно говоря, очень жаль с ними вот так. Стараемся что-то, возможно, чем-то помочь. Вот трудоустройство начинаем работу, и, как я бы сказал, учебное заведение направляем. Следим за учебой. Когда они приезжают после окончания, они сразу трудоустроиваются, в первую очередь, их на работу трудоустроиваются. Представители Министерства и ветеранской организации внутренних дел республики также много внимания уделяют работе с подоставящим поколением. Несколько лет назад в школах Карачао-Черкесии начали появляться так называемые полицейские классы. Подшефные республиканскому МВД дети более углубленно изучают дисциплины с правовым уклоном. А в ноябре 2010 года в Черкесске был открыт еще и музей МВД. Редкие фотографии, спецсредства связи, еще и милицейский мотоцикл, ну и, конечно же, стенд с оружием. Эти экспонаты для музея МВД собирали буквально по крупицам. Есть даже фотокарточки из личных дел. Тем, кто служил в 60-х, 70-х годах прошлого века, базировать было некогда. Да и фотоаппараты тогда чаще всего использовали для съемок вместо преступления. В этих стенах теперь зачастую и проходят встречи детей с ветеранами органов внутренних дел. Лучше любых музейных экспонатов об истории расскажут те, кто ее делал. Дети с неискрываемым интересом на подобных встречах слушают старших и наперебой задают им вопросы. Вот это медаль за взятие этого? Это за... Вечеркал, ветеран, труда. Без проблемную работу, за особые заслуги перед Отечеством. А есть медаль за взятие? Да, да. Как известно, будущее России во многом зависит от степени готовности молодого поколения дать достойный ответ на различные исторические вызовы. В том числе и готовности к защите интересов нашего многонационального государства. Но вряд ли можно рассуждать о такой возможности, если у современных подростков не воспитать любовь к родине, культуре и истории своей страны. Представители Совета ветеранов прекрасно это понимают. Музей создавался с трудом. Но вот у нас был Ахмедханов, министр Доботашева. Вот мы к нему обратились с просьбой, что у нас в Карачаево-Черкесе нет своего музея. Он через главу республики Темрезова добился вот это помещение, вот выбил. И мы за короткий срок, в течение шести месяцев, можно сказать, сделали капитальный ремонт в этом музее. И начали собирать экспонаты у пожилых наших ветеранов, которые ушли на отдых. У них и формы брали, там ордена, медали и так далее, что могли собрать. Экспонаты нам и руководство МВД помогло. Вот эти тоже были заказаны в Ростове, привезли оттуда стенды. Вот это все нам помогло, конечно, руководство Министерства внутренних дел. А несколько лет назад, благодаря стараниям ветеранов и поддержке руководства МВД, была издана Книга памяти. Это сборник документальных очерков о сотрудниках Карачао-Черкесской милиции, героически павших при исполнении своего служебного долга. Многие из наших земляков награждены орденом Красной Звезды и Мужества посмертно. В их честь названы улицы в городах и селах. Долго можно перечислять имена сотрудников полиции, отдавших в мирное время свою жизнь за нашу с вами безопасность. Они шагнули в вечность, но навсегда останутся в списках личного состава своих подразделений. Для будущих поколений сотрудников они всегда будут примером преданности профессии, доблести и чести. У нас погибших 47 человек, погибших сотрудников при столкновении с преступным миром. Вот их, значит, пофамильно мы издали книгу. Я выезжал в Ростов, вот эту книгу памяти мы издали и вручили эти книги членам семьи погибших сотрудников, библиотеки, школы города. Всех мы, значит, эти книги мы обеспечили. А как проходила работа над сознанием этой книги? Вот с каким-то трудностями вы сталкивались? Трудности, конечно, были самые. Ну, там погибший уже там 10 лет, как он погиб. Материалы, значит, на них, можно сказать, было тяжело собрать. Тем не менее, мы вот в информцентре, в нашем ВД и других, значит, источников фотографии брали у родственников погибших. Так что было трудности были. Потом финансовой поддержки у нас не было. Ну, у нас в этом вопросе помог нам бывший министр внутренних дел Ахмедханов Жаудат Исупович. Это очень был активный человек. Много он сделал для нашей республики в МВД. Поэтому, когда я к нему обратился, он согласился, оказал материальную помощь. В свет вышло также два тома книги под названием «На страже правопорядка и закона». Читая ее, можно узнать много интересного об истории органов внутренних дел республики, увидеть, как выглядела полиция в разные годы ее существования, узнать о значимых событиях в работе стражи порядка и о том, как изменилась полиция со времен ее создания, кто руководил ею и какой внес вклад. Впрочем, и сам Алиэль Мирзавич является живым воплощением истории милиции. За годы своей работы в органах внутренних дел он прошел все ипостаси службы от молодого сотрудника до начальника. Он всегда с честью выполнял поставленные перед ними задачи, находясь на разных должностях и будучи начальником ГАИ, старшим инспектором ОБХСС, начальником Пятигорского СИЗО. И уж точно не перечислить всех медалей и наград, которыми за годы своей службы был награжден этот уважаемый человек. Есть и его арсенали и медали за верность долгую Отечеству, за безупречную службу, орден заслуги, орден добрости и многие-многие другие. Ему также было присвоено почетное звание «Заслуженный сотрудник органа внутренних дел». Мы, ветераны органов внутренних дел, высоко несли знамя советской милиции, честно, добросовестно служили, были верны присяге. Выражаю твердую уверенность, что руководство МВД и лишь состав, опираясь на славные боевые и служебные традиции, старшие поколения защитников правопорядка будут и впредь достойно служить Великой России, оберегать стабильность, надежно защищать права и законные интересы граждан нашей родной Карачаева Черкесии. Сегодня Алиэль Мурзаевичу доверяют не менее ответственное дело. Вот уже 10 лет он возглавляет Республиканский совет ветеранов МВД. Он не теряет своей энергии и активности, продолжая после выхода на заслуженный отдых приносить пользу обществу. Вместе со своими соратниками он занимается пропагандой соблюдения правопорядка и законности, работает и обучает молодых сотрудников МВД, передавая им накопленный опыт. Наши ветераны, в основном-то прослужившие 30 и более лет, у них богатый и жизненный профессиональный опыт. Вот мы стараемся, чтобы они поняли, как было тяжело в наше время, когда мы работали, вели борьбу с преступностью, какие были трудности. Вот подсказываем, рассказываем, как правильно нести службу. Ведь многие молодые люди приходят, и те, которые были, значит, в высшем учреждении, закончили, и так далее, Их тоже самое знание-то есть, теория, а практики нет. Вот мы на практике рассказываем, как это делается, как лучше выполнить ту и иную задачу. Поэтому, конечно, с личного опыта мы все это рассказываем, показываем для молодых сотрудников. Для этого им это очень интересно, и они стараются, очень нас хорошо слушают. Вот наши встречи бывают такими хорошими, я думаю, они приносят большую пользу для них, для становления, как сотрудника. Тем более сейчас, в связи с переименованием милиции в полицию, много там изменений в структуре. Ну, молодые люди, по-моему, которые пришли к нам на службу, они будут добросовестно нести службу. Я так думаю, так мы стараемся, чтобы у них все это было хорошее понятие, вот о службе. А когда было тяжелее служить? В годы Вашей юности или сейчас? Я бы не сказал, что сравниваю, конечно, я могу сравнить тот период службы, сейчас смотрю, как несут службу. И тогда было нелегко, и тогда тоже было трудно нести службу. Но потери среди личного состава наста не было, как-то законы более жестче были. В моей бытности всего один сотрудник погиб при исполнении. А вот за последние 10-15 лет 47 человек у нас погибло. Конечно, за отведенные 20 минут эфирного времени невозможно рассказать о той кропотливой многогранной работе, которую проводят представители Совета ветеранов Министерства внутренних дел Республики. И, конечно, не представляется возможным перечислить именно всех тех, кто работает в ветеранской организации и помогает им в осуществлении задуманных планов. Вот сегодня хотелось бы мне сказать огромное спасибо, благодарность за миссию Министерства внутренних дел нашей Республики в середе Александру Григорьевичу. Это очень, так он уважает старшее поколение наших товарищей ветеранов. Всегда у него двери в кабине открыты, всегда он принимает, уважительно относится к старшему поколению. Я хотел бы, чтобы он знал, что мы его любим, уважаем, ценим в середу Александра Григорьевича. Ну и другие товарищи, мы тоже оказываем помощь. Все службы с нами в контакте работаем со всеми службами, структурами МВД. У нас хорошее взаимодействие с медслужбой, потому что ветераны, члены Совета ветеранов получают льготные путевки. И, значит, когда мы обращаемся, дать путевку тому ветерану, члену семьи погибших сотрудников, они идут нам навстречу. Это Лайпанов, пенсионное отделение у нас, Колодец, Светлана Александровна. Постоянно пенсионные вопросы. Люди приезжают издалека, приезжают, там какую-то справку взять. Раньше у них было так, а сегодня понедельник неприемный день. Пожилой человек приехал издалека и уходит без ничего, не получил справку. Были обиды. Сейчас это все мы сломали. Приехал, значит, ветеран из далекого района, местный и так далее. Но особенно, кто издалека приехал. Все справки необходимы, выделяется. Это Колодец, Светлана Александровна. Так, ну, УРЛС у нас самый Цибизов, начальник, полковник Цибизов. Мы с ним, значит, тоже контактируем. Иван Анатольевич всегда нам тоже оказывает помощь необходимую. Пользуясь случаем, что мы только отмечали 17-го День ветеранов, хотелось бы поздравить всех наших ветеранов с праздником Днем ветерана, пожелать им, их семьям здоровья, благополучия, успехов, нелегкой такой ответственной работе, на благо нашей Карачаева-Черкесии. И не занимать вам отваги, не зря вы прошли жизнь свою. Верны остаетесь в присяге, хотя не в служебном строю. За дело душою болея, готовы всегда день и ночь. Ни время, ни сил, ни жалея, старайтесь людям помочь. Ветераны, ветераны МВД, люди слова, счастья, добрости в крови, так нужны сегодня вы, Россия, ветераны МВД. Так нужны сегодня вы, Россия, ветераны МВД. В завершении нашей программы хотелось бы выразить глубокую благодарность этим уважаемым людям, которые лучшие годы своей жизни посвятили служению Отечеству, а сегодня продолжают трудиться на благо общества. Пожелаем всем ветеранам долголетия дальнейшего активного участия в жизни нашей Республики. Всего доброго и до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова